добрый день просто предлагаю начинать наш сегодня вебинар тема у нас сегодня интеризация товаров на складах в 1с и rp 1с в принципе схемы похожи мы рассмотрим интеризацию на простом складе на ордерном и на адресном складе причем покажу в чем разница на когда ячейки используют справочные фактически основная задача да там на складе это хранить материальные ценности которые их меняны но и периодически нужно проверять как проходит хранение что с ними произошло все ли в наличии нет ли каких-то там дефектов и прочая интеризация товаров это не только контроль того что у нас происходит но и помощь фиксации изменений потому что пометка документов на удаление распроведение исправления задним числом это не самые правильные операции с точки зрения системы потому что нужно отражать то что произошло здесь сейчас никак не возвращаться в прошлое процесс интеризации стоит из на нескольких этапов до сначала мы выдаем задание на пересчет товаров сотрудники выполняют этот пересчет соответствии с заданием далее результат нужно зафиксировать системе и после этого нужно будет оформить документ излишки недостачи порчи все остальное чтобы отразить это финансовым учить с точки зрения 1с интеризация выглядит следующим образом по такой схеме у нас есть пересчет товара на основании которого мы будем оформлять складки акты таких приходами излишков товаров списания недостачи товара пересортится и порчи также если у нас включена определенная опция мы можем без пересчета товара находясь на складе так называем незапланированная интеризация до увидев что товар есть наличие прямо здесь сейчас знаю что у них системе зафиксировать просто ордером на оприходование либо ордером на списание товаров ну и также на основании этих ордеров необходимо будет сформировать складские акты потому что складской акт это как раз есть финансовый документ который отражает все наши действия финансовом учете с точки зрения организации я это покажу вам дальше начнем мы с обычного склада ну чуть немножко в сторону да все наши действия мы будем выполнять на склад на закладки склад и доставка настройки у нас делать все администрирование склад на котором я первую демонстрацию проведу это обычный склад оптовый на этом складе у нас не ведется ну то есть оптовый склад здесь у нас не ведется ордерные никакие учет ячейки не используется самый обычный типовой склад которого рядовой приходится над значительно ответственной по какому типу цен ведется на нем учет в один из восьмой версии сама империзация делается через документ пересчет товаров пересчет товара и так раз задание на основании которого будет выполняться сам пересчет мы начинаем с нашего обычного склада у него ничего не ведется самый простой обычный механизм создаем документ пересчета у этого документа есть ну естественно склад где мы считаем ответственный и мы можем назначить исполнителя кто править будет проводить этот пересчет дальше мы переходим естественно здесь указывается дата созданием пересчетов далее мы переходим на закладку товара здесь есть как обычно несколько способов ее заполнить простой способ мы можем добавить какую-то номенклатуру которую нужно пересчитать мы но лучше всего воспользоваться фильтром типовой механизм остатки здесь хранится товар с остатками на том он попадает в этот пересчет его и нужно пересчитать мы заполняем по отбору и получается что на нашем складе есть следующая номенклатура это куртка женская двух размеров и в данном примере воспользовался еще и характеристиками и курска курска женская другого а марки тоже двумя размером двумя видов задание можно распечатать и выдать сотруднику для того чтобы он выполнял пересчет все причем мы можем запечатать как с пустограф так называемую где просто количество свободное дав куда человек должен записать то что по факту получилось либо мы можем поставить галочку печать количество по учету и распечатать человеку уже с фактически учетным количеством когда он должен пойти обнаружить да там найти сколько и зафиксировать что в итоге получилось у него наличие товар или не в наличии здесь у нас указывается исполнитель кто должен выполнить сам фактически пересчет и где он должен осуществить после того как будет сдано сдан документ пересчета ответственный за пересчет заходит в этот же документ и заполняет поля по факту что у нас по факту получилось давайте будем считать что у нас по одной было недостача а по другой было был излишко все документ мы проводим и на основании документа пересчет мы можем создать оприходование излишков списание и пересортить товара который мы просмотрим положено других примерах давайте сделаем приходование сначала товара который у нас обнаружился обязательный атрибут это статья доходов они заранее там заносится в систему это отдельный кейс статьи мы сейчас рассматривать здесь мы указываем по каким типу цен будет производиться оприходование данного товара предлагаю взять цену поступления можно валюту менять и переходим на закладку товара помимо того что цена может подбираться из типа цен цену также можно здесь самостоятельно определить по какой цене мы будем оприходовать ту или иную единицу товара можем указать и самостоятельно данный документ мы проводим и далее на основании нашего же пересчета мы сделаем документ списание какой еще функционал есть документа мы можем проконтролировать то у нас сейчас происходит на какой стадии результат этой интеризации у нас есть специальная вкладка оформление извините это будет на ордерном складе здесь невозможно это обычно типовой склад в которых никаких дополнительных опций не включено а дальше мы делаем списание недостачи статья пускай какая подобралась это не столь важно делаем списание недостачи которая у нас возникла здесь обязательно тоже полис татьяна который уходит и по какой цене мы будем учитывать этот товар также документ проводится но документы пересчет товара списание приходования это документы складские которые делают движение по складу для того чтобы у нас появились движения по организации нужно оформить так называемую сочетательную ведомость интеризационную ведомость и я еще хотел показать что у нас наши действия вот мы на складе зафиксировали мы переходим в отчеты по складу ведомость по товарам на складах типовой отчет рамках которых можно посмотреть движение пускал по складу какие у нас происходят мы с вами заметили что у нас произошел расход минус 1 единицы сейчас я добавлю детализацию по регистратору чтобы можно было увидеть детализацию наших действий у нас прошла приобретение и прошла инвентаризация по основе которой было списано недостача в размере одной штуки и произведено оприходование излишков в размере одной единицы то что мы с вами сделали на складе это сразу же отражено зафиксировано и результатом нашей интеризации в принципе осталось также шесть штук как было и до ее начало у нас было приходу неисписание для завершения действий нужно сформировать описи для этого мы возвращаемся на складку основную и нажимаем контекстными система предлагает по какой организации это будет сформировано так как по умолчанию система ведет склад в рамках управленческого учета а уже описи это уже документы по организации здесь выбирается склад период интеризации когда он происходят проходил ну и организация по которой этот год формироваться документ вот у нас получилась инфляционная опись из которой мы сможем распечатать наши документы инф-3 и инф-19 стандартные типовые унифицированные формы здесь у нас отражается что было по фактическому учету сколько было по учету в системе и суммовые разницы если они возникли значительная ведомость как раз и фиксирует что у нас произошел была недостача в размере одной единице и произошел излишек тоже в размере единицы сумму а с точки зрения инвентаризации на обычном складе которых не запущены каких-то сложных у нас все а далее мы переходим к ордерному складу ордерный склад у нас дополнительно позволяет задействовать несколько опций сейчас я вам их продемонстрирую ну во первых также настройки да я покажу это обычный оптовый склад здесь мы показали что он ордерный используют ордерную схему при поступлениях при статусах и я включил использование статуса пересчета чтобы мы могли понимать на как в каком состоянии пересчет я покажу пример чем это отличается и также для отражения излишков недостач включил ордера ордерную схему мы перешли с вами уже путь такой же абсолютно даже если это ордерный склад мы заходим в склад и доставка излишки недостачи порчи пересчета товар заходим сюда выбираем уже наш ордерный склад складах здесь как раз мы можем смотреть что происходит в каких статусах есть инвентаризации не выполнены подготовленные в работе внесения результатов более детально мы проста сейчас рассмотрим сама демонстрация начала такое же мы создаем документ пересчет товара здесь те же самые настройки у нас идут кто ответственный кто исполнитель но у нас появился статус первоначальный статус подготовлено просто документ которые подготовлены далее этот документ такие же фильтры которые ранее показывал здесь у нас ничего не появляется дополнительно на ордерных складах мы можем выбрать по номенклатуре сделать инвентаризации только там допустим одного наименования которые у нас есть мы можем по характеристикам выбрать мы можем как и везде в 1с взять какие-то дополнительные поля по которым мы захотим сформировать по производителю по поставщику по крупам товаром либо еще но все эти фильтры типовые которые можно использовать в отчетах а также используется и пересчете я предлагаю остановиться на том что у нас и был остатки те которые у нас есть наличие запомнить по отбору который у нас настроен вот у нас показывается что на складе есть куртка тоже самое пример я взял одинаковые на всем товаре во всех дальнейших складах будет использоваться один тот же товар на единицы измерения как он подготовил в стадии подготовлена только документ подготавливается здесь мы внести ничего не можем что есть по факту что не по факту видите отклонения тоже никаким образом не пересчитывать документ проводим и можем также распечатать задание но для этого его нужно предварительно перевести что документ находится в работе мы переводим статус в работе печатаем планк на пересчет который будет выдан сотруднику исполнителю и мы можем дальше контролировать по статусом да что у нас есть во первых не выполненное задание и видим что в данный момент это задание пересчет на складе ордерный склад выполняет некий данилкин александр все подготовленных у нас больше нету в работе есть внесение результатов ничего не происходит выполнено нет это удобно статусы позволяет контролировать что у нас происходит на как кто где чем сейчас за так как поставка исполнитель принес фактическую результат инвентаризации ответственность за заполнение документа переводит его в статус внесения результатов и только после этого у нас появляется возможность внести что есть по факту вот ведь у нас отображается для того чтобы было удобней заполнять эти поля да мы здесь такая есть опция заполнить по фактическому учету и уже подправить только те позиции в которых есть отклонение так будет проще и удобно заносить в нашем примере конечно здесь небольшой ассортимент всего там четыре наименования но обычно в компаниях до ассортимент пошире и удобно работать обычно только не с тем товаром ток а рука отклонений поэтому здесь есть специальная опция показать позиции только отклонения на экране и с ними там что-то пытаться разобраться что мы должны делать или можем сделать несли результаты пересчета все проверили до убедились что все нормально да кстати еще хотелось показать что у нас статус мы видим подготовленных нету есть не выполнены результаты да в работе тоже у нас ни одного документа нет сейчас есть один документ на стадии внесения результатов мы понимаем кто-то соковый сотрудник сейчас финализирует наш пересчет результаты все заполнены все сверено что один из занесена информация которая есть на бумаге и мы завершаем этот пересчет переведяю в стадию выполнена после перевода стадия выполнена у нас блокируется графы мы не можем здесь делать никаких изменений и документ переходит к следующее состояние нанесение результатов больше нет то есть мы видим что есть выполненная лучше всех также дает показывать что нет ничего остального что после этого нас появится у нас появилось что был пересчет по которым были выявлены расхождения но по ним до сих пор не оформлены складские акты а складские акты но мы до этого посмотрели простой пример о приходовании списания а сейчас и я предлагаю воспользоваться в удобным средством которые есть в 1с это помощник помощник мы можем использовать находясь в самом документе у нас есть вот здесь вот нажать не можем да также вручную и мы нажимаем оформить документ да кстати так как у нас ордерной склад у нас появилась первая возможность посмотреть какой стадии идет оформление мы видим что у нас по результатам пересчета появилась недостача по одной позиции и появился излишек которые еще не оформлены с точки зрения организации этот недостача и излишек не отражен по организации как мы это можем еще с вами посмотреть так во первых тот же документ который мы смотрели ведомость по товарам на складах у нас по складу уже зафиксированы что были излишки недостачи это было сделано документом пересчета и он уже зафиксировал факт то есть склад оперативно уже своей системе видит что произошло с остатками и не сможет принимать лишних заказов или еще что-то да а оформление по организации товар будет заниматься там бухгалтера который определяться что когда таково нужно отнести я сейчас могу еще показать по отчетам финансовые результаты и контролем отчеты по финансовому результату мы можем посмотреть ведомость по товарам организации тот же самый склад мы сейчас рассматриваем ордерный склад с ним работаем и можем посмотреть что по организации на нем также продолжается 6 единиц товара никаких оприходований и недостачи или излишков еще не отражено в системе ну естественно здесь можно свернуть убрать характеристики которые есть все то есть по остаткам как был 6 единиц товара не так и остались они идут также в разрезе изначальных позиций как и были 2211 еще раз хочу обратить внимание что по складу уже наше изменение отразились и склад уже пользуется в новыми остатками которые они зафиксируют а мы с вами переходим в помощник который нам поможет оформить данную инвентаризацию что здесь ну во первых естественно здесь выбирается склад по которому будет оформляться пакет документов дальше мы должны выбрать за какой период будет делать централизация ну я возьму для чего это делается до документы в котором будем делать акты они могут быть сделаны за период то есть если у нас какие-то есть участки да там мы допустим склад в течение недели пересчитывали каждый день у какому-то блоку и где-то у нас будет излишек где-то недостача и если каждый день сводить то у нас получаться будет все время такой непонятная ситуация да а если мы в течение недели пересчитали весь склад мы поняли что у нас из одного угла в другой угол перешел товар либо еще что-то да там пересорт произошел мы можем выбрать период это все система зафиксировать я потом еще этот на адресном плане момент покажу более детально попробую дата составления складских актов сегодняшнее число также мы выбираем по какой цене будет у нас оприходоваться документ это цена поступления примере но здесь всякие варианты есть да если это у нас розничный склад то это обычно в розничных ценах используется да можно по себестоимости когда они нас там расчет сделан можно по оптовым ценам но эта компания принимает решение самостоятельно по каким ценам они будут вести учет оприходования и недостачи список далее мы переходим вот у нас теперь в одном окне получается информация о результатах нашего пересчета что мы видим мы видим что у нас есть товар который идет к списанию в размере одной единице цена 20 тысяч рублей да и есть оприходом и товар вот он так он выглядит тоже в размере одной единицы и цены будем считать что это в принципе схожим мы там и там видим что это 52 черный размер единственное идет отличие в названии до курток возможно до произошел пересорт и я предлагаю да за честь весь этот товар как пересорт здесь у нас есть две опции мы можем только выделенные строчки засортить можем вот как я сейчас приду на на за честь все пересортицы все мы видим что у нас списывается товар и приходится новая единица идем далее а здесь мы должны определиться по какой организации это будет происходить так как я еще раз говорил что склад у нас управленческий то только вот на этом этапе оформления документов будет актов будет определяться на к организации отнесется в данном примере я предлагаю выбрать распределить остаток на товаров но здесь еще есть опция выбрать на какую организацию отнести здесь если товар хранятся на нескольких организаций на складе там можно настроить приоритет по каким будет распределяться в каких первую очередь во вторую очередь товар будет списываться одной либо с другой организации но я предлагаю сейчас распределить согласно товарным остаткам организации сейчас секунду вот как и здесь у нас одна организация весь пересорт будет проект проходить по этой организации все ну а далее у нас создается документ институционная опись как был в предыдущем варианте но за место оприходования из писания мы сделали пересортить по умолчанию здесь таки не подставились поэтому у нас возникла ошибка да там можно там настрой поэтому я предлагаю здесь еще есть такая интересная опция о том что не делать оприходование из писания товара а можно приходить новый товар по себестоимости списываем его и тогда это уже будет немножко другая опция я буду и наверное посмотрел тогда статьи нам не нужны у нас не будет ни оприходована списание а себестоимость оприходована будет равняться стоимости списана и уже здесь мы сможем распечатать документ акта пересортиться такой внутренний управленческий все пакет документов у нас сформирован на кого помощником очень удобно вот производить наглядно что где с чем можно пересортить собрать и в рамках помощника можно несколько обрабатывать описи ну и также у нас возможность дописать распечатать исключительную ведомость и надрезонного описи стандартные типовые документы далее я предлагаю перейти уже к складу у которого используется адресное хранение в принципе все действия уже те же садок момент смотрите да у нас была ведомость по товарам организации и пока были не готовы акты здесь ничего не отражено было не отражено сейчас мы с вами сформировали комплект документов и смотрим что у нас произошло в товарах организации мы как раз мы увидели что у нас произошло списание одной единицы товара и оприходов то есть наши действия все отражены как по складскому учету так и по регламентам и мы видим что это было не приходу они не списание до излишков или недостача это было просто обычная пересортица которая ну к сожалению бывает в работе людей для того чтобы их меньше использовали до применяется различные дополнительные технологии контроля использование терминала сбора данных штрих кодирования чтобы сводить такие ситуации к минимуму но все равно бывает человек устает всякие моменты происходит а далее мы происходим к инвентаризации на адресных складах здесь в примере я взял немножко более расширена так как у нас 1с позволяет работать еще такое понятие как не только склада у склада еще есть разделение это помещение помещение может быть назначены свои ответственные которые отдельно материально ответственные за определенное помещение в компании я здесь сделал два помещения один со справочными ячейками другой с адресный склад так как настройки у меня я перехожу опять показываю да мы пока отразили что склад у меня использует орберную схему до этими галочками также у нас включены статус пересчетов товаров и отражается излишки недостачи порчи с помощью актов здесь у меня включена опция использовать помещение о том что я разговаривал и уже если вы видите то ячейки рабочие участки будут использоваться именно в самих настройках помещения поэтому мы переходим на закладку помещения и здесь у нас есть справочный склад справочные ячейки настроены они у нас для хранения информации о адресах справочных ну что это такое надеюсь знает но вкратце поясню когда фактические ячейки мы должны зафиксировать где что в какой конкретной ячейки сколько товара хранится когда справочные ячейки мы фиксируем что примерно в трех ячейках хранится некий товар на примере с интервью зация тоже покажу что это такое ну разница в том что справочные эта информация указывается справочно сотруднику и ищи в таких-то ячейках должен быть находиться товар а фактически это конкретно в какой ячейке кто что положил забрал какими документами происходило движение вот разница между этими складами но фактически ячейки требует дополнительной дисциплины организованность и желательно дополнительных использования устройств как минимум терминалов бородана презентации как раз я здесь показываю как акты формировать что их можно из нескольких вариантов сделать так я вернулся вроде бы работоспособность система получилось восстановить предлагаю вернуться к демонстрации так а мы с вами перешли на пересчет уже помещение последний раз мы посмотрели что здесь для справочного хранения они используются также абсолютно такой же документ пересчет товара является основанием для запуска этого пересчета мы назначаем в работе здесь фильтры такие же как были и до этого у нас а вот уже на фактических ячейках да по это появятся некие дополнительные выборы я вам покажу отдельно и по porsche также заполняю систему у нас есть статусы которые позволяют следить за выполнением задания кто где на каком этапе кто отстает сколько и что с этим происходит документом я перевел его сразу в работе что у нас здесь появляется у нас появляется бланк за задание на пересчете товара с ячейка то есть у сотрудника появляется возможность отправиться не просто на склад а по определенному адресу сейчас я немножко здесь вот момент сделаю чтобы была разница понятно фактических справочных ячейков товару назначу еще дополнительную ячейку и это есть разница между фактическими и справочными ячейками вот я назначил ячейку товару и система показывает что ячейки а 1 1 и в ячейке а 1 2 где-то там находится 2 единицы товар и ищи считай что что фактически нашел зафиксировать документе и передай к нам это вот единственное такое отличие отличие между просто орденом складом и орденом складом со справочными ячейками с точки зрения пересчета мы подсказываем где можно найти товар но пока не знаем в каком количестве он в той либо иной ячейки находится после того как наш сотрудник вернул документ мы на основании него также переходим в вынесение результатов где также запнул все-таки удобно до заполнить по учету данные и уже зафиксировать только отклонен принципе еще здесь не показывал я пример да мы можем найти товар который был вообще его не было да но допустим 48 размер появился мы пишем что черный у нас нету больше в наличии но появилась одна единица товара фактически все внесение результатов выполнено мы также можем проконтролировать состояние что у нас есть что у нас поэтому получилось до документов что у нас по документу есть лишки не достать кстати вот эта же опция оформления может еще использоваться и через мы зафиксировали результат и можем вот другой способ запустить помощник именно помощника из самого документа до этого я показывал что у нас помощник можно запустить вот здесь потому что система отражает что есть пересчеты о котором не оформлены сквадские документы но помощника можно запустить и самом документе пересчет на основании помощник оформления сквадских актов это тот же самый помощник который мы до этого рассматривали но это уже ранее заполнена была информация я прохожу это явный пересорт который можно будет как в прошлый раз отнести на одну организацию ну а дальше наши знакомые документы комбинационная опись и пересорки со товаров которым уже делали пересорки сможет заполняли статья подобралась на основании предыдущих настроек которые были сделаны мною сами акты мы можем обнаружить зайдя через склады и доставка есть складские акты и здесь мы вот видим наши все документы которые мы с вами создавали сейчас мы откроем по ордерному складу вы присорится товароимпционная опись по нашему основному складу у которым не ведется не ордерное не хранение где мы делали просто нейтрализация было списание и недостача ну и сейчас мы с вами на работе на стадии работы с складом которого есть ячейки ну с точки зрения организации есть чеки нет ячеек до документы те же самое мы смотрим также товары на складах ведомость по товарам на складах и остатки по организации еще раз напомню что склад который мы сейчас я рассматриваю это склад со справочными ячейками вот на фактических ячейках я еще один отчет покажу который сможет нам показать что у нас происходило в ячейках а вот у нас система разделяет что у нас есть склад центральный у него есть помещение одно помещение адресный склад где фактические ячейки и мы еще с вами инферизации не приводили и второе помещение использовать справочные ячейки где мы провели инферизацию здесь мы уже отразили всю информацию по ней также мы можем увидеть ведомость по товарам организации что все отражено настройках и добавлю все отражено и по организации по торговой деятельности смотрите с точки зрения склада как управленческого учета да у нас это все два разных помещения это склад центральный но не есть адресный склад и справочный склад с точки зрения организации это единый склад который центральный да и этот склад принадлежит торговому дому комплекс и у нас система уже показывает здесь что по организации у нас числится 13 единиц товара суммарно без разбиения в каких помещениях потому что ну с точки зрения регламентного учета да есть склад и основания него так ведутся и остатки далее мы с вами переходим к пересчету на фактических ячейках что здесь у нас появляется так напоминаю да что я использую помещение адресный склад здесь я показываю настройкам о том что использую для хранения остатков номенклатур вот эта опция как раз и включает адресный склад в системе начало у нас такое же есть шапка в которой выбирается помещение также может быть назначен исполнитель который это выполняет есть возможность что делать с излишками их можно переносить в какую-то допустим ячейку то есть мы нашли излишки в этой ячейке мы не понимаем что с ними откуда где они должны быть и быстренько перенесли в другую ячейку да и потом когда мы найдем где недостача по этому товару ячейку мы его вернем из той ячейки куда мы ее брали ну допустим некая ячейка проблем или можно еще создать дополнительные ячейки для испорченного товара чтобы этот товар не попадал опять продаж то есть допустим ячейка брак и туда мы будем по результатам инвентаризации отправлять товар который не нужен также у нас есть опция на во всех печатать количество в ведомости или не печатать у склада с адресным хранением появляется возможность выбирать ячейку для инвентаризации вот она это вот отличие от всех других параметров которых на складах мы смотрели мы можем как выбрать самую ячейку допустим проинвентаризировать ячейку b1 мы можем сделать всякие отборы там допустим мы хотим целостить секцию либо стеллаж стеллаж определенный промерить до либо определенные полки да там там условно там их верхней только полки нужно провести интеризацию то есть уже фактически ячейки позволяют проводить динамическую интеризацию без остановки производства да и проводить интеризацию в режиме там онлайн без закрытия склада без его остановки приемки и выдачи вот я сейчас выбрал ячейку и заполню остатками по этой ячейке все то есть у нас создался документ пересчет товара по ячейкам на фактических ячейках система каждый раз при проведении документа говорить что будет перезаполнена информация потому что пока начали составлять документ и пока его там закончили прошло некое время за это время могли уже что-то измениться ситуация на складе да и документ видоизмениться также мы его переводим в работу при переводе в работу система блокирует текущую ячейку и в эту ячейку вот видите опция заблокированная ячейка и с этой ячейкой уже никто не может выполнять никаких действий он не может там отбирать товар и не может туда размещать по системе потому что естественно ячейка находится на инвентаризации бланк инвентаризации уже видите ячейка 1 и в ней четко написано сколько там должно быть товар вторая ячейка не никакой справочной дополнительной ячейки нет конкретно в этой ячейке конкретно находится такой товар а что еще появляется в адресном складе если у нас уже есть некое задание на пересчет то второе задание на пересчет под так тем же ячейкам создать нельзя система скажет что уже у нас но первых есть блокировка была да сейчас я немножко сниму и покажу вам пример этот подготовлена это подготовлены он блокирует внесение информации если уже идет работа по допустим несение результатов идет то он говорит что невозможно провести мы сейчас вносим результаты по пересчету и пытаемся другой пересчет взять в работу так такая же у нас опция идет внесение фактических остаток что у нас получилось также мы можем заполнить сначала по факту сколько есть ячейки и допустим в этой ячейке товар у нас не обнаружен такая же у нас опция появляется выполнена и проводим документ а теперь я попытаюсь взять в работу другую ячейку возьму тот же самый отбор но ячейку b1 1 2 я здесь попытался сделать пример сейчас я вручную сделаю вот смотрите невозможно заблокировать ячейку потому что происходит размещение то есть что система говорит что инвентаризацию данной ячейки выполнить нельзя потому что у нас по ней сейчас происходит размещение вот у нас в эту ячейку несется данный момент выполняется задание отправляется туда и пока это задание будет не закончена инвентаризировать эту ячейку нельзя то о чем я и говорил она пытается их заблокировать но это возможности нет я предлагаю за закончить выполнение этого задания и продолжить инвентаризации вот у нас задание было это задание использовала ячейку b1 1 2 она не была не закончена потому что она в работе поэтому инвентаризации нам не позволяло сделать смотрите да я перешел к следующему пересчету следующие ячейки выбрал отбор ячейку номер 112 такой же заполняю отбор но отправляю в работу так как уже размещение мы сняли система позволила перевести его в работу по результатам фактической инвентаризации я внесение результатов смотрите мы в тот раз с вами заложили ошибку по одной позиции я предлагаю найти в другой ячейке кубка на белый сейчас покажу зачем я это делаю и у 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 Мы в ячейке обнаружили куртку из соседней ячейки. Мы это зафиксировали в системе. По факту также заполняем и вот здесь одну единицу нашли. Ну и будем считать, что вот этой тоже товара будет 0. Что у нас получается? По одной ячейке была недостача одной штуки, а в другой ячейке мы тоже недостача товара, но другой товар мы нашли в предыдущей ячейке. То есть по факту, по результатам нашей инвентаризации, товар пропавший из ячейки B1.1.1.1 найден в ячейке B2. B1.2.1.1.2. Вот, это позиции. И сейчас, когда мы будем оформлять документы, акты, мы увидим, что система их зачла друг с другом, эти два пересчета, и уже с точки зрения по организации он будет выводить только одну недостачу, которая у нас по факту образовалась, потому что другой товар был обнаружен в ячейке. Но информация о товарах фиксировалась в тот момент, когда она происходила. То есть в 11.56 товар исчез у нас, мы его сняли сразу из ячейки. Для этого у нас есть еще один отчет, который позволит нам посмотреть движение товара в ячейках. Спасибо. Спасибо. Мы видим, что прошел пересчет, и пересчет сразу же фиксирует, что этого товара нету в этой ячейке, потому что у нас ордерный склад, потому что в режиме онлайн, и мы фиксируем, не дожидаясь другого пересчета, который там возник. А через какое-то время мы этот товар на основании пересчета обнаружили в другой ячейке. Все в системе это зафиксировано, что при первом пересчете у нас исчезла единица товара, при следующем пересчете она появилась. Но в движении по остаткам, по складским ячейкам это было зафиксировано как два пересчета, что это две операции. Одна была списание, другая приход, на основании этого было. А в финансовых отчетах, во-первых, у нас не сформированы акты, поэтому здесь как было, так и осталось пока. Но вот сейчас как раз на процессе формирования актов я это отображу, что система не будет двойное движение показывать и отражать. Что-то сегодня у меня есть сложности. Ну, в общем, до тех пор, пока не будут отражены акты по организации, никаких движений по товарам по организации зафиксировано не будет. А помощник будет видеть в тот период, который мы оказали, он будет считать по нескольким пересчетам и сводить только те позиции, которые у нас возможно, которые реально остались. То есть, ну, мы видим опять, что у нас по помещению адресный склад есть документы, по которым не оформлены акты. Мы нажимаем эту кнопку «Оформить». И уже сам помощник нам покажет, что у нас получилось за период инвентаризации, который мы выполняли по адресному складу. Также мы должны выбрать период, за какой будет проводиться инвентаризационная опись, дата составления документов на основании, по какой цене будем пересчитывать, как ранее я и показывал. И вот о чем я и говорил. Ту единицу товара, которая переместилась из ячейки в ячейку, с ней по факту реально ничего не произошло, никаких недостач или пересортов ничего не было. И система подразила только у нас последний пересчет. Ну, в нашем оп-складе всего две ячейки. В рамках двух ячеек товар не найден, значит, действительно это недостача. Поэтому здесь, в данном примере, нам ни с чем пересортить нельзя. У нас будет недостача товара, который мы будем списывать. Отнесем мы ее на организацию, как далее и по ранее показывалось. Здесь помощник, он единый. Работа у них одна идет, что по ордерному складу, что по складу с ячейками, что по всем остальным. Суть его облегчить работу по формированию актов. С помощью него можно сформировать пересорты более удобно, где мы можем спокойно выделять в товар, какой с кем сортить. И можно также было отражать в каких пропорциях. Иногда там две единицы товара, а это одна единица другая. Если у нас комплекты используются, либо что-то другое. Все. Документы сформированы. Отсюда у нас исчезла информация о том, что есть неоформленные акты. И если мы откроем только невыполненные, то пересчетов невыполненных по адресному складу у нас нет. Есть только выполненные задания. Не знаю, здесь самые стойкие дожили до конца, я смотрю, с учетом наших перерывов. Если вопросы какие-то, готов на них поотвечать. Вопросов я не вижу. На этом предлагаю наш вебинар закончить. Спасибо. За то, что меня выслушали. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok